Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 616. События дня. Первое послание святого апостола Павла к Тимофею. 4 глава 16 стих. Вникай в себя и в учение. Занимайся с ним постоянно. Так поступая, спасёшь себя и слушающих тебя. За 20 августа 2017 года. Галина Влеська. Новокузневск. Мир вам, Игнатий Тихонович. Вот почему-то говорят, что большое видится на расстоянии. И зерно будет перетёрто для отдачи плодов этой группой протестантов. Для меня большой, так как не приходилось в моей жизни встречаться с таким количеством еретиков. В больнице, да, беседовала, но с единичными лицами. Такими же прямоугольными в духовном соображении. Геометрия применительной к вере людей во Христа в моём воображении складывается следующим образом. Овал православный, треугольник, католики, протестанты, прямоугольник. Кадр на православных. Все такие приятные овальные. Кадр на приезжих баптистов, прямоугольники. Моё воображение такое. И много приходилось с протестантами беседовать. И вывод один. Тяжеловесный тупизм. Говорящих манекенов об одном и том же. Замешанный на гордости. Все одинаковые. Упёртые и несвободные. Да, согласно с тем, что за 200 километров с Табунов, рядом Славгород, посмотрела в атласе дорог, добраться по просёлочным зигзагам до заповедника веры деревни Потеряевки и попеть хорошие песни не означает и то, что лёд тронулся. Женская половина быстро создала свой кружок общения. Как давно не видевшиеся друзья. Аллилуйя. И добавляю. Простите, что письмо моё разорвалось на две части, нажало неправильно. Всех благ. Зинаида Митрофановна. Прям хочется к вам, уважаемая Потеряевка, приехать в отпуск. Потрудиться с вами да помолиться. Каждый день смотрю ваши ролики. Здесь истинно настоящие православные люди живут. Хороший пример для нас заблудших балбесов. Милости вам, Божие. Игнатий Тихонович, это вообще ходящая энциклопедия. Вы настоящий русский православный миссионер. Вас хочется и хочется пить, как поток, глоток живой воды. Вы несёте Божье Слово с высокой трибуны о работящей и живущей на святой земле, который трудится бок о бок с молодыми. Многому, чему у вас учусь и на уст мотаю. Спаси Господи, братья и сёстры. Евгений Солодовников, Игнатий Тихонович, такую правду говорите, обличаете. Фросси, конечно, неприятно это. Такие моменты были и есть у всех. Но, если смотреть с точки зрения выбора Фросси, как жены и матери будущих детей, то, конечно, очень ценные уроки преподносите. И здесь любому будет приятно взять в жены такую девушку с такими заложенными ценностями. Фросси, а если сможешь, прими учение Игнатия Тихоновича. Очень поможет в жизни. Спаси Христос. Александр Гутник. Дорогой Игнатий Тихонович, поздравляю вас с днём рождения. Дай вам Бог здоровья. Очень жаль, что не увидел своего духовного отца. Вы родили меня своим благовестием. Моя борода не даёт никому покоя на работе. Посмотрели ваш ролик, к нам приехали баптисты, и узнаём себя. Мы тоже думали, что спасены. Смеялись над православными, пока не увидели ваши ролики. В храм куда ходим? Звонарь спрашивает, почему наш ребёнок не причащается. Говорим, что не крещёны, не можем найти, где покрестить полным погружением. Он говорит, а если он умрёт? Крестите, как крестят. Приехать к вам на крещение не смогли. Ну, ответ, крестите, как крестят, это вообще никуда не годится. Да это никак, обман. Крестите. То есть погружайте там, где не погружают. Ну, как погружать, когда на кафельном полу стоит? Это обман, так не годится. Звонарь пусть звонит, своим делом занимается. Люди, если даже малое повреждение будет в таинстве крещения, великой беды предлежит быть, как не говорил патриарх Никифор. Ну, воскресный день. Какие события? Богослужение. Батюшка в Барнауле. Мы здесь без него. После этого выходим на улицу. Было собрание, объявлено, что будут занятия в час дня. Как правило, объявляет Елена Барабаш. Ну, а занятия, это все мы снимаем, выставляем. После занятия у меня была беседа с Серафимой Гавриловной. Она меня оставила специально. Где? Я говорю, где удобно, там побеседуем. И тоже записали. Это можно увидеть. А почему записывать и все? Да потому, чтобы люди могли увидеть во всей полноте жизни православных, как можно жить, к чему стремиться, как выполняются поставленные задачи. Ну, а потом каждый сам по себе. Сергей Пупков с Колей Сергеем на рыбалке. Поймали большого карпа, гальяна. А я гальяна маленьких руками раздавливаю, долблю. И у меня котенок у рыжей родился. Палевый, я его Паля зову, коротко, Паля. И он уже есть начинает. Пушистый, пушистый комочек бегает. Боюсь, как бы его дверь у нее раздавили где. Но пока вот так. Между собой тут что-то. Володя фильм смотрел. Снайпер уже не первый раз посмотреть некоторые моменты. Вот так. Я тут пришел, готовил как срезанные помидоры с луком. Посолите с растительным маслом. Вот. Я запрещаю. У меня нет уйки левой, Марины. Трогать нож, даже не задевать. Поэтому сами все делаем. А она последнюю неделю, 27-го, она надеется выезжать. Ну, вот и день. Раз батюшки не было, еще нет, приезжал в Суривке Шерстобитов Геннадий Павлович Пасечник. Привез мед. Продавал мед здесь. За трехлитровую банку 1100. Взяли здесь, кому надо было меду. И он пригласил Володю и меня, чтобы его там поснимали на пасеке. Ну, не говорит, что реклама, а как бы, сохранить для памяти. Его мама, Ксения Михайловна, и моя мама, Мария Егоровна, вместе работали на одной пасеке колхозной. Вместе. Ну, как? У моей мамы всегда были пчелы, у дедушки были ее и отца, Егора Иларионовича Чернарева. То есть она знает, что... Но старшая была именно Шерстобитова Ксения. Вот. И с ним тоже немножко побеседовали, сказали. Никаких чужих людей не было, но просились опять потеряевку. Каждый день почти кто-то то через Гайля загуляя его. Мужчина. Я вот буду в Барнауле, там откуда-то с Кургана или где. Вот хотел бы побыть на один день, посмотреть. Нам зачем это? В любой день приезжай. Сейчас приедет человек, и что? Ну, одного его, куда он будет ходить-то? Дома никого нету. Люди на поле. Не закончена еще сеноуборка. И уже началась уборка в поле урожая. Вот, Игорь, все там бьются. И приехал пусто. Ну, ладно, на своей машине или привезли. А то встреть, это за 20 километров машина нет. Кто будет встречать? Ну, приехал, в Корчене посидел, и станция закрыта, там тоже закрыта. Ну, то есть беда. Ни под каким видом. Только когда разрешим. А разрешим, когда летом, весной, начиная с 10 июня, приехать с детьми. С детьми. Тогда объяснение есть, что приехал не на день. День. Да я бы мог помочь. Ну, что ты один день поможешь там. Поможешь. Вот. У нас тут на трассу, как выезжаешь, влево, сразу за храмом, как выезжаем из деревни, влево на Корчено. И там стоит огромная лужа, как яма на трассе. Вот я и предложил убрать брату одному. Он никак. Я бился, бился, сколько никак. Он отвернулся и мог бы с зятем прийти прицеп на машине есть. И поэтому раз ты не делаешь, мы сегодня делаем туда. Мы выстремляемся. То есть в понедельник. Заранее уже распределяем, что, как, где. И сделать надо. Нет для себя. Хотя в уставе написано не уклоняться, не отрекаться от общих дел. Это общее дело. Храм строить, дороги. А мы здесь что делаем? Дороги, пруды. Ну, кто-то придет, кто-то нет. Мы тоже их призывали там на глину таскать-то. Больше ничего нет. Долбить. Интересно. Вот нас, я сейчас где-то задумался, мужики, то ли так уже положено. Один женился, она полугречка, полугрещанка. Уехал в Грецию. Поехали туда, и нет земли, и живут, и все. Хорошие наши люди. Уехал, за женой потянулся. Хотя и у ней-то там родственников, считай, никаких таких нет уж. Да. Другой женился здесь, Анатолий Немко, и уехал в Германию. Один едет во Францию. Мужики за женщинами тянутся. До того удивительно. Какой случай я называю. Это не один, не два. И точно так же. Из Америки не один приехал. А в Америку уехал, а тут и родственников, и сколько. Ну так, сестрин и дети туда. Уезжают. То есть, бросают Россию. Речь-то идет не о нас. Россию бросают. А тут такое, то такое. Я был в Америке, был во Франции, в Германии не один раз, в Греции. Лучше, чем у нас нигде нету. Свобода. Свобода. Все свое. Русские люди. Нигде не видел. Самая бездуховная обстановка, даже вот сказать, а где самая бездуховная, ну, трудно сказать. Везде не так. И не то, что не так, а ну, совсем не так. Ну, кажется, более бездуховная и нет, чем в Греции. Хотя оттуда, как будто, что-то и пришло. И вот наши события. Ну, показать наши, по нашим ресурсам пройтись. Вот. Первое, это мой мир. Мне очень нравится Mail.ru. Тут можно общаться. Писать. И у нас тут видео 6817. 6000. А в Ютубе у нас 8020 роликов. И вот здесь сюда перекидываю. 18758 фотографий. Ну, много накапливается. И после возвращения в Барнаул, после 10 октября, тогда можно будет остальное новое выставить. а сейчас никак. Еще нет. Вот уже сама система перекидывает сюда. Сегодня вот я поставил, открыл замки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Уже шесть роликов перекинуто из десяти в мой мир. мой мир. Дальше. Наш форум. Это прекрасный форум. Большие специалисты делали. Легко искать по темам. А тема тем-то 1600. и здесь и здесь аудио, аудио, и фильмы, и чего только нет. Вот, интересно, говорили, форум, это площадка, где будет спорить. У нас не спорят. За год ни одного спора не было, вот за этот год. Там было раньше там один с нашим, ну, с православным перекидывались репликами. Вот, именно я такой желал форум, чтобы был наполнен знаниями самыми истинными и никаких споров, чтобы человек пришел и понял здесь, он пришел туда, где по вкусу найдет для спасения. Ну, и вот он наш, показываю, события дня, вот уже посмотрели семь человек. Вот, наши обычные дела, делаем годными червивые яблоки 23 за 26 минут. Вот. Еще что по-бактически. Вот. Обосвеление, деревья, ну, так больше не, побольше-то нету, по пять бы. Вот пока были там, я бы боюсь даже открывать, потому что заходят, матерятся вот здесь, на этом канале. Ничего нету, обыкновенное, ну, в поле дети собирают ягоду, подпись, это, комментарии, дураки, сектанты, чтоб вы сдохли там, ну, всякую такую пакость. Дети, ничего больше нету, даже разговора никакого нету. то есть, демона, в человеческом образе вот так могут говорить. И что-то там не так, валит деревья, ну, деревья для дома, убрать-то, полясь где-то, и тоже ругательство. И необъяснимо, чем он терпеть не может. А почему ругательство? Потому что слабые, доводов нет никаких, слепые, им не подходит такой образ жизни, открытый. Ну, и при том, мы никого не трогаем здесь. Показываем, где мы работаем. Ну, просто смотри, вот так начинай жизнь. Ну, пусть кто-нибудь покажет, где еще есть, чтобы так открыто показывали восстановление нового поселка с нуля, на православных обычаях. Не пить, не курить, не материться, не воровать, не лгать. Где? Где? Здесь или за границей? Я имею в виду русские люди. Вот так. Ну, нету, я не встречал и не слышал, и к нам, кто приходит вот здесь, они тут находятся, берут, что им нужно, но сами-то они ничего этого не делают. Это не так просто, это очень непросто. Вот так, чтобы жизнь община со всех сторон. Ну, то есть, что мы не делаем, делаем просто обыкновенно, на самом деле уникальное дело. Этого нету нигде. Вот, чтобы такую миссионерскую поездку, как у нас проделать, и столько проехать, дарить книги, выступления. Да нету этого нигде. Нету. Я вчера объяснял, что на издании нашего Нового Завета за 900 лет это лучшее издание, лучшее. А могут издать кто-нибудь лучше? Вряд ли. Что-то еще может, там, больше размером, крупнее буквы. Нет. Зараскрасить Густава Даре, как мы. Да он посмотрит, что раскрашивать, когда уже раскрашено. То есть, ну, мы начаток, первопроходцы в этом вопросе. А комментарии, это надо знать и Писание, и Жития, и любить Библию Святую. А тут нападки на Библию синодального перевода, глупцы и слепцы. И вот во свете Библии православный библейский сайт. И здесь вопросы-ответы, это самое ценное. 50 книг, почти аудио написано. Вот тогда мы берем здесь один внутренний мир человека. Вот, кажется, заканчивается она у меня эта тема. Вопрос 3867, 26-й том открытым оком. Какой духовный уровень поэтов прошлых столетий? Кто-то же тогда давал рецензии на их труды? И что за мерка шкала была у критиков? Ответ Инея определяли по той школе, какой сами принадлежали Инея по патриотизму, а Инея по туманности в стихах. Ни разу не встретил ни у кого, чтобы определяли священным писанием, водительством Духа Божия, ни одного во всей России. Да, вы сами прочтите хотя бы вот эти отрывки из нескольких на выбор биографии и уже ничего вам доказывать не нужно будет. Веневитинов Дмитрий Владимирович прожил короткую и стремительную жизнь. Для воспитания будущего поэта были приглашены лучшие учителя, раскрывшие перед ним ясный, гармоничный, величественный мир античности и тайны древних языков. Знал Веневитинов и современные европейские языки, французский, немецкий, английский, итальянский. Молодому поэту неважно, когда жили настоящие Платоны Анаксагор и могли ли они обмениваться суждениями. Главное, что оба они любили мудрость больше всех земных наслаждений. Сам Веневитинов не знал бедности, не был обойден славой, но жизнь несла в эти его строки очень личный и непоправимо трагический подтекст. При въезде в Петербург поэт и без того не отличавшийся здоровьем был по недоразумению арестован, допрошен и день два продержан на сырой гауптвахте. В дальнейшем он при всей увлеченности новой службой в азиатском департаменте страдал от гнилого северного климата. Зимой 1827 года он простудился, болезнь остановить не удалось и вскоре врач предупредил собравшийся в квартире больного друзей, что жить в Вине Витинову осталось несколько часов. Сообщить ему страшную весть выпало Хомякову. Хомяков подошел к умирающему и надел ему на палец перстень, подаренный Волконской, который поэт поклялся на дети в день свадьбы или в день смерти. Из жизни ушел 22-летний юноша, прекрасный собою, подававший надежды, заявивший о себе на разных поприщах. Вяземский Петр Андреев жил долго, видел много, всех знал и во всем участвовал. К тому же, он без малого 70 лет с 1813 в 1877 ввел записные книжки. Счастье он потом сам опубликовал. А вообще, они заняли в его собрании сочинение, вышедшем в 80-х годах прошлого века, три тома. Все отпущены ему почти 90 лет. Петр Андреевич жил не то, чтобы в оппозиции, но никому не присоединяясь. Его воспоминания и ныне считаются как Крамола. Взяли, например, наши войска мятежную Варшаву. Жуковский и Пушкин оба. Вяземским обожаемые воспели это событие в стихах. А Петр Андреевич возмутился. Нас выгнали из Варшавы за то, что мы не умели владеть ею, не умели заставить поляков полюбить нашу власть. При первой войне, при первом движении в России Польша восстанет на нас. С Польшей, как известно, именно так все и вышло. Ищущий сегодня по тому же сценарию. Вяземский считал, что после всего, что произошло между нами и поляками, исправить дело можно было, дав Польше свободу. Вот тебе Вяземский. Глинка Федор Николаевич, завершив обучение в первом кадетском корпусе, он принимал участие в войнах с Наполеоном, сражался под Аустерлисом, участвовал в Бородинской битве 1812 года, в заграничных походах русской армии окончил войну в чине полковника и был награжден золотым оружием за храбрость. Глинка боролся за освобождение Родины и как воин, и как поэт. В 1816 году Глинка вступил в одну из первых декабристских организаций «Союз спасения», программа которого предусматривала введение к конституционной монархии уничтожения крепостного права мирным путем, исключающие насильственное свержение правящей династии. Глинка умер в 1880 году глубоким стариком. Грибоедов Александр Сергеевич, как он сам писал, не могу в эту минуту оторваться от побрякушек авторского самолюбия. Надеюсь, жду, урезываю, меняю дело на вздор, так что во многих местах моей драматической картины яркие краски совсем пополовели. Сержусь и восстанавливаюсь тертое, так что, кажется, работе конца не будет. Грому, шуму, восхищению, любопытству конца нет. Мы его знаем судьбу, что он был убит. Григорьев Аполлон в этой типичной романтической взаимной подмене жизни и поэзии в этом упорстве требовать от жизни, чтобы она чему-то соответствовала. Главный парадокс и главная трагедия всей жизни Григорьева. Считаю, что безответственность одна из черт русского народного характера 19 века, взращенного веками крепостного рабства. Раб, как известно, лишен нравственного выбора, потому лишенный ответственности за свои поступки. Давыдов Денис. Давыдов, как все дети с младенчества своего, оказал страсть к маршированию, метанию ружьем и прочее. Страсть эта получила высшее направление в 1793 году от нечаянного внимания к нему граппа Александра Васильевича Суворова, который при осмотре полтавского легко конного полка, находившийся тогда под начальством родителя Давыдова. Заметил резого ребенка и благослови его, сказал, ты выиграешь три сражения. Маленький повес обросил псалтырь, замахал саблей, выколол глаз дядьки, проткнул штыком шлык няни и отрубил хвост борзой собаки, думая тем исполнить пророчество великого человека. Розга обратила его к миру и к учению. Но как тогда учили? Натирали ребят наружным блеском, готовя их для удовольствия, а не для пользы общества. Учили лепетать по-французски, танцевать, рисовать и музыки. К тому же учился и Давыдов до 13-летнего возраста. Тут пора было подумать о будущем. Он сел на коня, захлопал орапником, полетел со стаи гонщих собак по мхам и болотам и тем заключил свое воспитание. Подав первую мысль о выгоде партизанского действия, он отправляется с партии гусары-казаков с отрицатью всадниками в тыл днеприятеля, в середину его обозов, команд и резервов. Он действует против них с ряду 10 суток и усиленные шестьюстами новых казаков сражаются несколько раз в окрестностях и под стенами Вязьми. После Краонского сражения, в коем все генералы 2-й гусарской дивизии, что ныне 3-я, были убиты или ранены, он управляет двое суток всей дивизией, а потом бригадой, составленной из гусарских полков того же Ахтырского и Белорусского, с которыми он проходит через Париж. За отличие в сражении под Бриеном Лоротьер он производится в генерал-майоры. Тяжкий для России 1831 год, близкий родственник 1812-му снова вызывает Давыдова на поле брания. И какое русское сердце чисто от заразы общемирного гражданства не забилось сильнее при первом известии о восстании Польши. Низкопоклонная невежественная шляхта, искренне подстрекаемая руководимая женщинами, господствующими над ее мыслями и делами, осмеливается требовать в России того, что сам Наполеон, предводитель союзши всеми силами Европы, совестился явно требовать, силу соисторгнуть и не мог. Запрещенный товар, как запрещенный плод. Цена его удваивается от запрещения. Кому известна ныне служба его во время войн в Пруссии, Финляндии, Турции, в Рощи, в Германии, во Франции, в Грузии, в Польше. Как бы то ни было, он обоскадронил все, что мог из своей сволочи и представил команду эту на суть считателя. Дельвих Антон Антонович в истории русской литературы известен прежде всего как лицейский товарищ, задушевный друг и литературный спутник Пушкина, якобы всецело находившийся под его влиянием. Он происходил по отцу из старинного, но сильно обедневшего рода прибалтийских баронов. К концу 18 века семья Дельвихов настолько обрусела, что сам поэт даже не знал немецкого языка. Учился он очень плохо, его несколько нарочитая лень служила в кругу лицеистов вечным предметом добродушных шуток и дружеских эпиграмм. Но от активного участия в общественно-политической борьбе он уклонялся и остался в стороне от освободительного движения декабристской эпохи. Он дружил и с Релеевым, и с Александром Бестужевым, но гораздо ближе был ему, например, далекий от политики Боротынский. Соловей мой, соловей на музыку композитора Алябьевым. При всем своем отчуждении от политических интересов Дельвигу все же не удалось избежать столкновений с правительством. Враги литературной газеты без устали подавали на ее редактора доносы, цензуру и полицию. Эти события сильно подействовали на Дельвига и даже, как полагали некоторые современники, сыграли роковую роль в его безвременной скоропостижной смерти, наступившей 14 января 1831 года. Смерть Дельвига была воспринята его многочисленными друзьями как очень тяжелая утрата. Особенно глубоко переживал ее Пушкин. «Никто на свете не был мне ближе Дельвига», писал он под свежим впечатлением понесенной потери. Изо всех связей детства он один оставался на виду, около него собиралась наша бедная кучка. Без него мы точно осиротели. Державин Все состояние семьи Державина заключало в десятки душ крепостных. Бедность помешала будущему поэту получить образование. Лишь 16 лет от роду смог он поступить в Казанскую гимназию, да и то проучился там недолго. В 1762 году Гавриила Державина призвали на военную службу. Бедность сказалась и здесь. В отличие от большинства дворянских недорослей он был вынужден начинать службу рядовым и только через 10 лет получил офицерский чин. В те годы он уже был поэтом. Не правда ли странное сочетание рядовой царской армии и поэт? Но пребывание в солдатской ане в офицерской среде позволило Державину проникнуться тем, что называется духом русского народа. Он был необычайно уважаем солдатами за душевные беседы с выходцами из русских крестьян научили его восприятию народной нужды и горя как государственные проблемы. Слава пришла к Державину только в 40 лет после появления УОДы Фелица. Он был обласкан Екатериной Второй Фелицией и вскоре получил назначение на пост губернатора Аланецкой губернии. Но чиновничья карьера Державина, несмотря на то, что он не был оставлен монаршей милостью и получил еще ни одну должность не сложилось. Причиной тому были честность и прямота Державина. Его действительно, а нетрадиционно притворное родение о пользе Отечества. Так, Александр I назначил Державина министром юстиции, но затем отстранил его отделы, объяснив свое решение недопустимостью столь ревностной службы. Дуров в 1847 году Дуров выходит в отставку, посещает собрания у Петрашевского, тесно общается с Зостоевскими, Плещеевым, Пальмом, с которыми его объединяет литературные и политические интересы. В 1849 году вместе с другими Петрашевцами Дуров арестован и заключен в Петропавловскую крепость. Его приговоряют к смертной казни, замененной четырьмя годами каторги. Вместе с Зостоевским Дуров отправлен в Омский острог. Через четыре года его перевели рядовым в линейный батальон в Петропавловске, а затем в Песцов в Омск. В 1857 году Дурову было разрешено вернуться из Сибири. Годы каторги сильно подорвали его здоровье. Жемчужников Алексей Михайлович, мать Ольги Алексеевны, в девищести Перовская, принадлежала к известному роду разумовских Перовских, который дал и крупных политических деятелей и писателей. Ольга Алексеевна умерла 33 лет у отрода, оставив шестерых детей. Старшему Алексею было 12 лет. Обостренное чувство справедливости и неприятие казенщины были унаследованы сыновьями от Михаила Николаевича Жемчужникова. Брат Лев, впоследствии известный художник и автор великолепных мемуаров, в 1848 году грозился перейти на сторону революционных венгров, если его пошлют усмирять их. И всеми правдами и неправдами по выходе из кадетского корпуса добился увольнения от военной службы. Уйти в то время, когда карьера шла в руки, по разумению людей умеренных и аккуратных было не только глупо, но и дерзко. На своем веку писал позднее Жемчужников. Я подмечал не раз, как индифферентность вкрадывается в человека большей частью под личину и благоразумие и практичности во зрениях на жизнь, а потом мало-помало превращается в нравственную гангрену, разрушающую одно за другим все лучшие свойства не только сердца, но и ума. Служить, брат, прислуживается тошно. Эта гениальная реплика Щадского столь много говорит о коренной черте лучшей части русской дворянской интеллигенции, чего стоит один Гавриил Степанович Батеньков, Батеньков, 30 лет просидевший в одиночном заключении, человек до глубокой старости, сохранивший чистоту и ясность мысли, не растерявший свободолюбивых идеалов молодости, поэт, предвосхитивший искание поэзии 20 века. Пример жизни этого человека, пример поведения в старческие годы, безусловно, повлиял на Жемчужникова. Его жена Елизавета Дьякова происходила из семьи, связанной дружескими узами с Людом Николаевичем Толстым, которому поэт до конца дней своих, испытывал глубокое уважение, первым точно определив его творческий гений. Но, не минуя Жемчужниковых и горечью утрату, умирает их маленький сын. За границей Алексею Михайловичу будет суждено пережить болезнь и смерть горячо любимой жены. 1875 год. В одном из писем великий сатирик Салтыков Щедрин писал из России своему собрату по Перу «Всякая возможность издавать журнал сколько-нибудь свежий исчезает ввиду неизреченного холопства остальной прессы». Жуковский Василий Андреевич и его отец Афанасий Иванович Бунин помещик Тульской губернии владелец села Мишинского мать Сальха Турчанка по происхождению взятая в плен русскими при штурме Бендер 1770 один из лучших учеников Жуков закончил пансион серебряной медали в 1700 году многомерность художественного видения мира зримая осязаемость поэтических образов богатства звуковой гармонии стиха изысканность его мелодического рисунка многообразия ритмики эти особенности поэтического дарования Жуковского впервые проявившаяся в сельском кладбище на смерть фельдмаршала Графа Каменского в 1809 году развивающая идеи неотвратимости судьбы неизбежность возмездия содеянная поводом к его написанию послужило убийство Каменского жестоко крепостным и обесславившего себя в прудском походе 1807 год вместе с тем в жизни поэта наступил один из самых драматических периодов все его попытки получить руку Маши были разрушены твердым противостоянием ее верующей матери ссылавшись на недопустимость брака в силу родства влюбленных любовная драма стала тяжелым потрясением для Жуковского вынуждена замужество Маши а затем ее ранняя смерть в 1823 году определяет трагизм мироощущения поэта еще в 1813 Жуковский был приближен ко двору в декабре 1816 ему назначен по высочайшему повелению принимая во внимание его труды и дарования пожизненный пенсион 4000 рублей в год в 1817 он стал учителем русского языка великой княгини будущей императрицы Александры Федоровны 1726 по 1941 наставник наследника будущего императора Александра II почти 25 лет связи с двором не могли не отложить отпечатка на мировоззрение Жуковского но душа его осталась чиста просветительская идея определяла всю его деятельность Трубецкой и Тургенев предлагали ему ознакомиться с уставом союза благоденствия и рассчитывали на его участие в декабристском журнале но Жуковский не принял это предложение хотя и разделял антикрепостическую программу декабристов отношение поэта к восстанию декабристов было сложным о чем свидетельствует его письмо к Тургеневу от 16 декабря 25 года где он осуждает мятежников по мере знакомства с событиями и лисами в них участвовавшими Жуковский не принимая восстания как формы протеста ищет ему оправдания в истории России в мае 1826 тяжело заболел с мрачными мыслями о смерти свидетельством чего являлось завещание поэт уехал за границу участвовал в создании либретто оперетты глинки Иван Сусанин определил исторический сюжет и написав слова для эпилога а также государственного гимна Божий царя храни первая страфа перевод начала английского гимна вторая и третья Пушкина а остальные Жуковского музыка Львова в 1834 предотвратил отставку Пушкина уладив его конфликт с царем и Бенкендорфом в ноябре 1836 Жуковский предотвратил дуэль Пушкина с Дантесом он пытается помочь Пушкину на 27 января 1937 а одним из первых узнает о дуэли и тяжелом ранении Пушкина Жуковский делает конспективные заметки важные для понимания последних дней жизни поэта его письмо С.Л. Пушкину под названием Последние минуты Пушкина и письмо Бенкендорфу о гибели поэта стали важнейшими общественными документами они воссоздают жизненную драму Пушкина и прямо называют Бенкендорфа и двор гонителями поэта после смерти Пушкина Жуковский много помогал его семье и содействовал изданию его сочинений суть романтизма Жуковска боготворение поэзии и утверждение святого назначения 12 апреля 1852 Жуковский скончался К.Р. Так подписывал свои произведения августейший поэт Константин Константинович Романов внук Николая I двоюродный дядя Николая II Из псевдонима не делалось тайны Стихи предварялись портретами и статьями А автор за свои сочинения удостоился звания почетного академика Императорской Академии Наук Который сам возглавлял на посту президента в течение 20 лет Скромные Несиалы вместо царской фамилии подчеркивали что занятие поэзией частное дело государственного человека А они удержались в вокальном репертуаре так как музыку к ним писали Чайковский Рахманин Глазунов Глеер популярной Песней стало стихотворение Умер бедняга в больнице военной Самое значительное произведение Коэр Мистерия Царь Иудейский в 1913 году была запрещена к постановке Синодом не допустившим ни изведения евангельской истории страстей Господней на театральные подмостки По разрешению Царя пьеса была поставлена любительским придворным театром где автор исполнял одну из ролей Судьба была до конца благословна к своему баловню Он умер в 1915 А через три года в Киеве в театре Корша освобожденному народу была показана драма Царь Иудейский В 1918 вышел и кинофильм с тем же названием с радужи снятый с экрана как грубейшая макулатура На этот раз запрет исходил от наркомпроса Козлов Иван Иванович до болезни своей жил в свете и был увлекаем рассеянностью Лишенный обеих ног он начал учить по-английски и в несколько месяцев мог уже понимать Байрона и Шекспира Потеряв зрение он сделался поэтом Для него открылся внутренний богатый мир в то время когда исчез внешний Московское детство в богатом доме отца Екатеринский вельможи мальчишеские развлечения с братьями гувернеры иностранцы военная карьера характерная для недорослей его круга в пять лет сержант лейб-гвардии измайловского полка в 16 прапорщик в 18 подпорущих все это заочно без прохождения службы затем отставка в 19 лет козло становится чиновником при московском генерал-прокуроре формально обязанности статской службы не мешали вольному праздничному течению поры юношеской рассеянности козло в завсегтатой балов и салонов блестящий танцор завидный жених но не эти достоинства отличали его от прочих водоворот светской жизни куда вместились и мятеж страстей и дерзкие упования и счастливое супружество прерывается 1812 годом почувствовав настоящее дело козло входит в комитет для образования московской военной силы участвует в подготовке обороны москвы вне московского пожара он решается дома имущество и в 1813 году вместе с семьей перебирается в Петербург начинает службу департаменте государственных имуществ министерства финансов с 40-летнего возраста парализованный ослепший козлова однако работает много и плодотворно другая заветная тема лирики козлова определяется его понятиями человеческой воли чести благородстве равно как гражданская страстность и нравственная взыскательность была доступна козлову и лирика тончайших переживаний человека исповедальная искренность романтической лирики козлова принесла ему широкую известность у читателей нашла отклик в лучших сердцах эпохи в доме козлова бывали не просто сострадательными гостями а удушевленными собеседниками пушкин жуковский грибоедов релеев гнедич баратынский композиторы глинка и дорогого мышцы а также муравьев апостол зинаида волконская стихотворение козлова беседы с ним помогли творческому становлению лермонтова часто навещавший поэта адам митскевич посвятил ему поэму фарис водической тональности воспевающей противостояние человека природным стихиям всем строем своей лирики своей своей судьбой и личной и поэтической Иван Иванович Козлов утверждал мысль о крепости человеческого духа о красоте и вечных тайнах земного бытия Кольцов Алексей Васильевич родился 3 октября 15 октября в Воронеже в семье мещанина торговца с котом не имел возможности получить сколько-нибудь серьезного образования 9 лет был отдан в Воронежское уездное училище но вскоре отец взял его домой чтобы тот помогал ему в торговых делах с тех пор и до конца жизни поэт находился в цепких руках отца Алтыника отец сурово подавлял стремление сына к знанию поэтому читать ему приходилось тайком в 16 лет скрывая от всех начал писать стихи подражая поэтам известным по книгам Воронеже нашел поддержку своим творческим исканиям в дружбе с семинаристом серебрянским человеком образованным и разносторонне одаренным вокруг которого образовался кружок молодежи увлекавшейся литературой беседы с ним оказали плодотворное воздействие на эстетическое развитие Кольцова в 1830 произошло знакомство со Станкевичем а через него с Белинским которые оказали решающее влияние на дальнейшую судьбу Кольцова в 1836 году поэт на длительное время по делам отца отучался в Москву и Петербург подружившись с Белинским он обычно останавливался у него в общении с ним учился понимать современную жизнь литературу поэзию и искать свой путь в творчестве последние годы жизни Кольцова были очень тяжелыми он жил безвыездно в Воронеже ухудшались семейные отношения поэт так и не смог вырваться из омута мещанской жизни силы его были подорваны чахоткой которая длилась около года и свела Кольцову могилу 33 лет от роду 29 октября 10 ноября по новому стилю 1842 он скончался далее я делаю дописку из писания Матфея 7.16.21 по плодам их узнаете их собирает ли стерновника виноград или стрепейника с моквы так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые а худое дерево приносит и плоды худые не может дерево доброе приносить плоды худые и не дерево худое приносить плоды добрые всякое дерево не приносящее плода доброго срубает и бросает в огонь и так по плодам их узнаете их не всякий говорящий мне Господи Господи войдет в Царство Небесное но исполняющий волю Отца Моего Небесного восторгом святым пламенея на все что свершается в мире порой я взираю яснее я мысли свободнее и шире я брат на земле всем живущим и в жизнь отошедшим иную и полон мгновением бегущим присутствие вечности чую на звездные слышны мне хоры и стону людскому я внемлю и к небу возносятся взоры и падают слезы на землю 1857 год жемчужников ну на этом все